Всем привет! И сегодня небольшое видео о некосметических покупках. Первое, что я купила, это я купила в магазине NVIDIA вот такой вот адаптер быстрой зарядки для Самсунга. Вообще он, я так понимаю, будет подходить ко всем телефонам современного поколения, потому что это Type-C. Так как я купила себе недавно новый телефон Samsung, то, соответственно, появилась необходимость в нескольких шнурках, чтобы не таскать везде один и тот же. Стандартный комплект, адаптер быстрого питания со всеми характеристиками, все красиво упаковано, сделано все во Вьетнаме. Я обратила внимание, что то, что продается в России, самсунговское, по крайней мере, к моему телефону фирменное, все сделано во Вьетнаме, включая сам телефон. И вот такой вот стандартный классический сам провод Type-C. Раньше, я знаю, продавалось в белом цвете, сейчас продается в черном. Коробочка, вот такая аккуратная коробочка, все упаковано достаточно добротно, хорошо. Сзади на трех языках, русский, казахский и украинский. Вот так же написано, сделано во Вьетнаме. Значок евразийского соответствия, за счет чего цена сразу подскакивает несколько раз. И я сделала заказ, так же, вот такого комплекта на Алиэкспрессе. Когда придет, я сниму отдельное видео заказов с Алиэкспресса и сравню то, что придет, с тем, что есть фирменное в коробке. Это так же, но это идентично, этот набор идентичен тому, что был у меня в комплекте поставки от производителя. Если заряжать телефон просто при помощи вот этого шнурка, то зарядка может идти часов 5-6, ну, практически весь рабочий день. Если к нему подсоединить адаптер быстрого питания и воткнуть в сеть, то зарядка сразу сокращается раза в три. То есть телефон заряжается полтора-два часа, по-моему, максимум два часа. Я чуть-чуть не помню, что больше двух часов телефон заряжался при помощи этой быстрой зарядки. Но я также читала мнение, что каждый раз заряжать при помощи быстрой зарядки это якобы вредно для телефона. Не знаю, насколько это правда, но рекомендую все-таки периодически заряжать его при помощи обычной зарядки. То есть вот при помощи просто шнурка. Следующая очень нужная мне покупка это вот такой вот внешний жесткий диск на 1 терабайт или как его еще называют, носитель, внешний носитель информации. Это фирма Transcend. Такая вот коробка. Здесь немножечко написано по-русски. Русская наклейка. И единственное, что написано для более детальной информации о продукте, можете посмотреть это все по ссылке. Произведено это все в Тайване. Так же, как на всей технике, здесь сзади серийный номер. Ничего не могу сказать против других брендов, потому что брендов, производящих внешние жесткие диски, просто вагон и маленькая тележка. Я просто привыкла к фирме Transcend. У меня уже несколько куплено подобных дисков. Причем я покупаю их одинаковые. На 1 терабайт, одной серии, одного вида. Я покупала черные. И вот если посмотреть, то здесь идет модель 25D3, а здесь идет 25А3. И я понимаю, насколько разница здесь. Если посмотреть, вот если у вас синенькая вот здесь полоска в USB, то это USB 3.0. А здесь уже идет USB 3.1. Я не знаю, в чем разница. Это, видимо, уже USB более нового поколения. Продажи я не смогла найти именно этой модели. Возможно, ее сняли с производства. Сейчас очень быстро все снимают с производства. И единственное, что я смогла найти приближенное к своему этому бывшему такому диску, это вот такой диск. Он отличается немного внешним оформлением. Сейчас мы с вами его вскроем и посмотрим, что внутри в коробочке. Сама коробка заклеена скотчем. Но, что удивительно, скотч идет с логотипами производителя. Transcend. На коробке написано, что производитель дает 3 года гарантии на свой продукт. Я знаю, что есть некоторые производители, которые дают и 10 лет гарантии на жесткие диски. Все находится внутри. Вот в такой прозрачной коробочке. Сверху сам диск. Небольшая макулатурка. Причем, да, достаточно много. И кабель, который подсоединяется вот этим разъемом. Ну, кстати, кабель точно такой же, как и здесь. Вот чем удобно то, что вы покупаете диски одного производителя, можно использовать один и тот же шнурок для всего. В старом диске вот моем точно такой же кабель. Ну, единственное, что здесь 3.0, а здесь 3.1. И я так понимаю, что если у вас в компьютере идет 2.0, то вам все равно, каким пользоваться шнурком 3.0 или 3.1, потому что у вас все равно будет считаться на уровне 2.0. И так как у меня компьютер, так скажем, уже старый по сравнению с современными тенденциями и веяниями, то я купила именно такой диск, в котором шнурок заканчивается USB с одной стороны, который подсоединяется к компьютеру. Сейчас уже много таких внешних жестких дисков, которые заканчиваются не USB-шным разъемом, а разъемом Type-C. Потому что в современных компьютерах уже USB заменяются на Type-C, я так понимаю. То есть этот универсальный разъем подхватили не только производители телефонов, но и производители другой техники, компьютеров и так далее. Вот такой вот красивый диск. Здесь на поверхности уже не просто глянец, как в предыдущем диске, а вот изображение соты. То есть внешне они, конечно, отличаются, по толщине они... Ну, кстати, по толщине они идентичные. То есть это практически модель следующего поколения. Сзади наклейка. И поверхность такая, немножечко ребристая. В старом диске поверхность более гладкая, если сравнивать их. Здесь, кстати, ножка есть. Я думаю, своим новым диском я буду так же довольна, как и старыми, которые уже заполнились. Современная техника снимает все в очень высоком разрешении, поэтому очень часто у остро встает проблема, где хранить данные. И вот скоро уже, наверное, пора переходить уже на двухтерабайтные внешние жесткие диски. Но вот пока я довольствуюсь всего лишь терабайтными. Следующая покупка была сделана в МВидео. Это покупка в хозяйство. Это внешние аккумуляторы холода. Именно эта модель, этого производителя сделана в Германии. Она и позиционируется так везде, что не китайская. Хотя я не вижу очень часто разницы, что сделано в Китае, что сделано еще где-то. Но это прямо вот четко позиционируется, что сделано в Германии. Это два таких блина, так скажем. Вот они вот такие тоненькие. Внутри у них жидкость. И здесь они запаяны, ну, как будто бы вот какими-то алюминиевыми крышечками. Сверху есть наклейка на русском языке. Написано, что охлаждать при температуре минус 18, не менее 8 часов. Но я слышала, что на ночь поместить их в морозилку. И на утро их уже можно использовать. То есть они полностью заморозились. И если посмотреть, вот это вот такие два одинаковых блинчика тоненьких. Их очень удобно использовать в тех сумках-холодильниках, которые идут без подключения к электричеству. То есть вот как мы привыкли покупать эти сумки-холодильники с собой. Но все-таки те сумки-холодильники, эти переносные, ручные, они все равно держат мало. Ну, по крайней мере, то, что есть у меня, держит мало. И это помогает сохранять холод в сумках, ну, в зависимости от сумки, на полдня или на целый день. То есть вы замораживаете ночью, и либо на донышко, либо по бокам сумки. И очень хорошо, то есть и мороженое можно так сохранять, и какие-то напитки. Ну, и что вам хочется с собой взять в дорогу или там еще куда-то, чтобы было охлажденное. Очень удобно. Я купила самый большой размер. Там были еще немножечко поменьше и чуть-чуть подешевле они были. Также их удобно оставлять в самом холодильнике или в морозилке, если у вас отключили электричество. В современных холодильниках уже встроенные аккумуляторы есть. То есть они немного какое-то время, там, где 12, у кого 12 часов, у кого 18, они при отключении их от электричества держат холод в себе. У меня в морозилке тоже на случай отключения электричества лежат дополнительные аккумуляторы холода, но они немного другие. Они немного другого размера, то есть они чуть-чуть поменьше и они толще. Они у меня, их можно, конечно, брать с собой, но они у меня стационарно лежат в морозилке. Именно на случай того, что если вдруг отключат электричество, холодильник, вернее морозилка у меня не сразу потечет. То есть они все-таки помогают холодильнику и встроенному аккумулятору еще дольше держать холод в себе. Для меня эта покупка крайне практичная и полезная. И следующая покупка также для хозяйства – это ножеточка. Так как я не мужчина и точить ножи на бруске я не умею, то я как-то попыталась облегчить себе труд. И для меня, конечно, ножеточка – это практически единственный выход из ситуации с тупыми ножами. Как я поняла из описания, ножеточки бывают минимум двух видов. Роликовые, как вот это, и не помню, как называются, не дисковые, но как-то по-другому. То есть если посмотреть в сечении, то вот здесь вот внутри два ролика, и когда вы помещаете туда лезвие ножа, ролики как бы подстраиваются под лезвие и вроде как меньше его портят. Если присмотреться к ножеточке более дешевого образца, то это вот для ножниц, хотя ножницы вообще не советуют дома точить, вот это как раз идет вот правая для ножа, заточки ножа, то если присмотреться, то там идут не диски, а просто как вот два металлических брусочка, или как это назвать, не знаю. То есть здесь все жестко зафиксировано, и нож при постоянной заточке лезвия ножа портится. То есть всегда говорят, что типа если вы дома точите обычными точилками, то вы портите, гробите лезвие. Сделано это все в Китае, дизайн идет Джозеф Джозеф Юнайтед Киндом, Великобритания. Сзади нарисовано, что в первом отсеке идет обычное точение, и здесь финальный штрих. И вот эта ручка, она идет складная, здесь вот все нарисовано, к сожалению, на разных языках, кроме русского. И вот здесь вот нарисовано, что она складывается, эта точилка. То есть когда ей пользоваться, здесь как раз цифра К1, цифра К2, вот там вот видно, что это ролики. Ролики бывают из разного материала, как я поняла. Здесь ролики керамические. Они такие интересные, резные, рельефные, если обратить внимание. То есть здесь обычная заточка, здесь финальная. И достаточно удобно вот так вот положил. Здесь вот для ладони очень удобно. Вот так вот держишь, здесь точишь ножи, и потом, когда закончил точить, оп, и сложил. И она сразу занимает в два раза меньше места. Очень удобно, компактно. Вот эта вот фирма, она делает очень много аксессуаров. Джозеф, Джозеф. Ну, эти аксессуары, ну, несколько, конечно, цена у них, наверное, завышена. Название этой ныжеточки Rota. И последняя такая небольшая покупка. Это карта памяти самсунговская. Это микро-SD-карта 128 гигабайт серия Evo. И вот такой вот SD-адаптер для этой карточки. Сделана, кстати, вот так вот очень качественно, очень хорошо. Но, к сожалению, для того, для чего я купила эту карту, она не пригодилась, не подошла, вернее. Я эту карту купила для видеорегистратора. И через какое-то время видеорегистратор у меня стал отключаться. И я сначала подумала, что у меня что-то именно с этой картой памяти. И на просторах нашего интернета я прочитала, что именно эта карта, этой серии, вот как специально я сумела купить именно эту карточку, видеорегистратор перестает с ней работать. Вот что-то в ней не подходит для видеорегистратора. И посоветовали купить более простую, менее навороченную карту, меньшего объема памяти. Я купила подешевле. Эта карточка достаточно дорогая. Я купила на порядок дешевле карточку. И видеорегистратор у меня работает просто замечательно, без каких-либо нареканий. Вот такие небольшие некосметические покупки были у меня за последнее время. Надеюсь, вы что-то почерпнули для себя полезное. И всем пока-пока. До новых встреч.